Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», 17-й том, вопрос 3174-й. «Из лагеря Стана дети пишут письма домой. И что они сообщают?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Разные, смешные и интересные. Вот одна из полусирот, привезённых в первый раз. «Баба, я не могу жить без тебя. Я ещё никогда так к тебе не хотела. Я не могу жить без тебя. Если ты когда получишь письмо и не приедешь, то я умру без тебя сразу. Жить больше без тебя не могу. Забирай нас поскорее отсюда, пожалуйста. Постепенно умираю от горя. Сердце моё разрывается напополам. «Я хочу домой. И не потому, что тут нужно рано вставать, рано ложиться, убираться и трудиться, а потому, что я к тебе хочу сильно. У меня всё болит без тебя. А самое главное – заболело ухо и болит уже две недели», – пишет письмо на второй день после приезда в лагерь. «Мучаюсь очень сильно без тебя. И ничто мне не помогает. Есть только одно лекарство от уха. Едь скорей, а то ухо сильно болит. Сердце моё уже почти не стучит. И спать мне одной грустно. Умру без тебя здесь. Сердце моё раскалывается. Голова болит. И живот болит. Всё болит. Горюю целыми днями. Я знаю, 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 что ты приедешь за нами. Хочу, хочу, хочу домой. Это моё сердце разбитое», – нарисовало сердце и солнце, плачущее слезами. Из Белакурихи Катя 10 лет. В этом письме допустила около 84 только грамматических ошибок. Прошло две недели, и она же пишет. «Добрый день! Привет, бабуля! Как твои дела? Как здоровье? С нами всё хорошо. Мы живы и здоровы. Мне очень здесь понравилось. Кормят очень хорошо и вкусно. У нас такая красивая воспитательница. Добрая очень. Наталья Николаевна её зовут. Работает всегда. Тётя Наташа нам шила по юбке красивой. А ещё она мне подарила красивый платок. Первые две недели я сильно скучала о тебе. Руководителя лагеря зовут Игнатий Тихонович. Классный дед. Ему 67 лет, а он ещё гоняет на велике вовсю. Тётя Наташа нам делает всякие вкусности. В Потеряевке такая злая крапива. Здесь нельзя ябедничать, материться, драться. Наказывают хорошо крапивой по рукам, губам, ногам, заднице. Ещё и сеткой. В лагере есть такой красивый рыжий котёнок. Звать её Клеопатра. Клёпа. Мне очень охота его забрать домой. Если разрешишь, то позвони мне. Знаешь, как мне здесь хорошо? Мы ходим за ягодами, купаемся в озере, встаём рано в пять часов, ложимся в девять часов. Девчонки здесь хорошие. Я ещё ни разу не получала горячих. Твоя Катя из Белокурихи. 17 июля 2006 года. У меня всё плохо сегодня. 1 июля 2006 года. Суббота. А меня не берут в баню, потому что у меня на заднем месте осыпь прыщей. Говорят, что я буду мыться в палатке, высокой, военной. Когда ты уехал, у меня поднялась температура 37,7. И мне дали таблетку, и я прополоскал горло. На следующий день то же самое. А на третий день Игнатий Тихонович сказал, что кто болеет, тот целый день сидит на лавочке и не ест. Мне пришлось сказать, что я здоровый, и пришлось работать, как и все. Я хочу домой. Я научился многому новому. Пилить дрова, ремонтировать что-либо, культурно кушать. И у меня проснулась совесть. Я хочу домой. Я вас буду слушаться и помогать. Я вас буду радовать и все делать хорошо. Если вы не приедете, то я не буду вас слушаться и буду все делать плохо. Приедьте в четверг, и все будет хорошо для меня и для вас. Я уже вымылся в палатке. А когда я туда заходил, то тетя Наташа сказала дяде Вите, посмотри за ним, а то он так моется, что голову чуть-чуть помочет и выйдет. Дядя Вите сказал, он вымылся сам. Тетя Наташа отвела дядю Витю и сказала ему, посмотри, какая у него наглая физиономия. Она думала, что я не слышу, а я слышал. И мне стало очень обидно. Мама, забери меня в четверг, и все изменится для тебя и для меня. Сережа, 13 лет, Барнаул. Родители приезжали и оставили его. Письмо написано через две недели. А пробовался и отрок месяц. Заметно выпрямился. Лицо, сморщенное до нельзя, разгладилось. Таких приходится дома держать в наручниках. А они их открывают и сбегают. Готовый материал для наркоманов. Но через месяц изменения были явны для всех. И вот еще один спортсмен. Привет, мама и Света. У меня все отлично. Света, сдавай экзамены. Приеду, проверю. Мам, как ты доехала отсюда? Надеюсь, что хорошо. Скучаю без вас. Мам, помнишь котенка, которого я тебе здесь показывал? Она кошка. Возьмем ее? Если не хочешь кошку, возьмем кота. Мам, приезжай вместе с дядей Славой. Я вас очень люблю. 1 июля 2006 года. Сережа Краснов, Барнаул, 13 лет. Второе послание Петра, 3 глава, 3 стих. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Серахова, 42 глава, 5 стих. Не стыдись строгого воспитания детей. Серахова, 8 глава, 14 стих. И не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Про совесть слышали мы от младых ногтей. Но что она собою представляет? Как познакомиться, приблизиться бы к ней? Но и совестливыми мы прослывем не зря ли? Нам растолковано, что хорошо, что худо. У каждого народа грань своя. Творим мы из себя и Павлу, и Иуду, изображая воинов или лихих вояк. А совесть, тот участок у души, оглохший и ослепший у незрячих, через который Бог бы в нас проник, своим глаголом сжечь, коль совесть там обрящет. Бессовест на поползновении Евы, не менее бессовестный ее Адам, когда свихнулся, завалился влево, позиции без оговорок сдал. И с той поры по сиюминутный миг, с немалыми усилиями и льготой, борьбу ведем внутри себя самих и делаем не то, что так охота. У совести есть лучшая подмога, священное писание, глаголы и еговы. Сам Бог-создатель предупреждает строго поступки править под Господне Слово. Ни шагу не ступить без совести нигде. Она болезненна к несправедливым бредням. Не превратиться в ползающих, не отрастить когтей, Не стать изгоем, самовлюбленным, вредным. Будите совесть, по утрам тревожьте. Испытывайте на молитве совесть, Натягивайте ей почаще вожжи. Не набивайте на грехах оскомин. И днем, и вечером, особенно во тьме, Бессовестность глушите и сжигайте. Насильники и епископы, не мыслите посметь, В епархию у совести залезть с ногами. 18 июля 2006 год. Игла.